МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург в студии Александра Вараксина и Леонид Филиппов. И вот о чём расскажем прямо сейчас. Разработана специально для Петербурга. Губернатор Александр Беглов осмотрел новые автобусы и электробусы, которые скоро будут наливаны. Важный мост для жителей Невского района. На Русановской улице устанавливают первые зваи для переправы, которая станет частью новой дороги. Они первыми приходят на помощь, и от их работы зависит жизнь человека. 125 лет исполняется службе скорой. Лёд и мастерство скульпторов как рецепт уникальной экспозиции. В Петропавловской крепости сегодня открылся фестиваль Кроншлёд, который посвящен году семьи и достижениям нашего города. Крупнейшее обновление общественного транспорта в Петербурге. Губернатор Александр Беглов сегодня осмотрел новый подвижной состав, который скоро выйдет на линию. Только в этом году пассажир «Автотранс» получит более 500 новых автобусов, большую часть из которых отечественного производства. Также губернатору продемонстрировали разработанные специально для нашего города электробус. Они абсолютно бесшумные, не наносят вреда окружающей среде. А заряжаться будут ночью, чтобы на линии не было задержек. Специально для этого на Ржевке ведут новое депо для электротранспорта. Тему продолжит Мария Марченко. 29 сидячих мест, места для малонаблюдения, граждан. А еще низкий пол, видеонаблюдение, кондиционер, мягкие сидения и зарядки для телефонов. О достоинствах новых автобусов губернатору Александру Беглову рассказывает Евгений Дитрих, директор государственной транспортной лизинговой компании. В ближайшее время машины выйдут на маршруты. Выполняя поручения президента, мы продолжаем обновлять наш пассажирский автотранспорт. Хочу сразу сказать, что поставленная задача президентом выполнена. Весь пассажирский автотранспорт в Санкт-Петербурге, он социальный. Во-первых, он на сегодняшний день удобный. Для инвалидов, для мамочек с колясками, даже можно велосипед поставить. В этом году пассажир автотрансполучит более 500 автобусов. Примечательно, что 348 из них российского производства и передаются городу на условиях льготного лизинга. Основное финансирование идет из фонда национального благосостояния. Это позволяет снять нагрузку с регионального бюджета и быстрее обновить подвижной состав. Под чутким руководством губернатора Беглова Александра Дмитриевича транспортная реформа в городе последовательно, системно реализуется, и государственная транспортная лизинговая компания рада содействовать этому процессу поставкой новой современной техники. Представьте, сегодня 7-летний лизинг по ставке 6,8%. Это, пожалуй, сравнимо только с льготной ипотекой, наверное. Это уникальные условия. Минский автомобильный завод поставит в Петербург 73 автобуса-гармошки. Они рассчитаны на 150 пассажиров и особенно востребованы в кварталах массовой жилой застройки. Месяц назад белорусская компания открыла на базе учебного комбината «Пассажир автотранса» профильный центр. С первыми выпускниками пообщался глава города. Как машина? Прекрасная. Есть среди водителей и представительницы прекрасного пола. У Елены Беловой стаж 18 лет. Последние 4 года управляет автобусом. Я мечтала с детства быть водителем автобуса. Очень приятно, когда пассажиры с благодарностью подходят сказать, что как им было комфортно ехать и спокойно. Осмотрел губернатор и новый электробус. Модель разработали для Петербурга. Главное достоинство – ночная подзарядка. А это значит, на маршруте не нужны специальные зарядные станции. Салон рассчитан на 85 человек и полностью соответствует программе «Доступная среда». Электробус сейчас тестируют. В перспективе эта модель войдет в состав электробусного парка, который в этом году откроют на Ржевке. Мария Марченко, Алексей Погодин, Мария Плакидина. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. До начала голосования на выборах президента России остается 8 дней. Впервые в истории страны выборы главы государства будут многодневными. Прийти на избирательные участки можно будет 15, 16 и 17 марта. Трехдневное голосование введено для того, чтобы россияне могли максимально реализовать свои избирательные права. Эксперт отмечает удобство такого формата возможностью спланировать рабочий график. Конечно, для людей возможность планирования заранее и уделить время для того, чтобы прийти на избирательные пункты – это очень важно и дает большую возможность как раз сегодня трехдневного голосования. Очень многие наши сотрудники, которые будут заняты репетициями, а очень многие имеют ненормированный рабочий график, для них тем более очень важно, что есть такая возможность, очень доступно прийти и проголосовать, и выбрать президента. Кроме того, избиратели имеют возможность проголосовать на любом удобном избирательном участке, вне зависимости от места регистрации, благодаря механизму. Мобильный избиратель – это особенно актуально для тех, кто планирует поездки или для иногородних граждан. Заявление можно подать через портал госуслуг в любом МФЦ или в участковой комиссии до 11 марта. Включительно. В Мариуполе запущена вторая очередь многофункционального центра, разрушенного в ходе боевых действий. Работы вели петербургские специалисты. В МФЦ в два раза расширили спектр возможностей получения необходимых слуг в городе Побратимы Петербурга. Дополнительные 15 окон открыты по поручению губернатора Александра Беглова. Это дало возможность увеличить число рабочих мест. Это большое подспорье жителям, потому что вопросы с оформлением документов, они очень важны для каждого. И надеюсь, что жителям будет удобно здесь увидеть замечательное оборудование, удобное, просторное, светлые помещения. Все необходимые инженерные системы, системы вентиляции. Все для жителей Мариуполя от Санкт-Петербурга. Здание было полностью восстановлено. Внутри проведен капитальный ремонт, установлена новая мебель и техника. В каждом зале предусмотрена детская игровая зона. Особое внимание маломобильным группам населения. Все объекты, которые сдаются именно подрядчиками Питера, отмечаются как с высокой степенью готовности, которые готовы принимать людей, обеспеченных полуполноценным оборудованием, полностью, как говорится, еще раз говорю, под ключ. Данный объект, он позволил решить массу проблем. Сейчас это самый большой многофункциональный центр в Мариуполе. В общей сложности работает 31 окно. Также в здании располагается дворец бракосочетания, служба судебных приставов, миграционная служба и несколько кабинетов администрации. Первые сваи, которые станут опорами моста на новой четырехполосной дороге, установили сегодня на Русановской улице. Работы ведутся по поручению губернатора Александра Беглова в рамках развития дорожной сети Непского района. Для местных жителей обновление переправы – долгожданное событие. Как признаются рабочие, проект сложный, ведь необходимо проложить все коммуникации, установить освещение и многое другое одновременно, чтобы люди как можно скорее смогли ездить по мосту. За работами наблюдал Евгений Борисов. Без преувеличения, волнительный момент для жителей одного из новых кварталов Невского района. Они собрались посмотреть, как первые железобетонные сваи входят в толчу русла реки Утка. Это основы опор будущего моста, который станет одним из звеньев новой Русановской улицы. По поручению губернатора продолжается строительство Русановской улицы с увеличением части улицы до четырех полос, части до двух. В данный момент строится мост Русановской улицы, мост будет четырехполосным. Это обеспечит доступ носителей района к основным магистралям города. Старый мост был полностью разобранный. На время строительства нового рабочие возвели временную переправу, которой могут пользоваться как автомобилисты, так и пешеходы. Для них здесь специально огороженная дорожка. Хотя по петербургским меркам новый мост сравнительно небольшой, проект достаточно сложный. Меняется коммунальная инфраструктура района. Уже переустроены кабельные линии и сети связи. Предстоит перенести тепломагистраль и многое другое. Сейчас этот участок выглядит как горка, но строители заверяют. Потом карабкаться никуда не придется. Соответственно, здесь вообще в этой части моста будет продольный профиль дороги спрямлен, так скажем, поскольку вот эта территория, если мы с вами видим, мы стоим как будто бы в яме, соответственно, этой ямы не будет. То есть мост поднимется на два с половиной выше, вот как мы видим, временного нашего моста, и, соответственно, который был до этого. Займутся и самим руслом реки Утки. Оно будет очищено и укреплено сетчатыми металлическими конструкциями. Сама же новая дорога протянется от Октябрьской набережной до поворота к жилому комплексу Приневский. Как отмечают специалисты, новая уличнодорожная сеть значительно разгрузит транспортные потоки и позволит местным жителям быстрее добираться до дома. Комфортнее станет и пешеходам. Проектом предусмотрены тротуары шириной почти 3 метра и карманы для остановок общественного транспорта. В принципе, здесь улицы не было до того, как началась стройка, потому что мы строим, по сути дела, на месте бывшего местного проезда. То есть бывшие застройщики, которые строили здесь ЖК, они организовали здесь местный проезд, сделали временный мост, и, собственно, жители так и перемещались по ним. А сейчас мы начали стройку именно улицы, именно магистральной улицы. Движение по новой переправе, как и по самой новой Русановской улице, планируется запустить уже к концу этого года. Евгений Борисов, Кирилл Легоньков, Марина Везинская. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский поздравили с Международным женским днем жен участников специальной военной операции. Встреча прошла в дружеской обстановке, в формате чаепития. Глава города отметил особую роль женщины в сохранении традиционных ценностей семейных уз. Основная цель встречи – поздравить вас, пожелать вам любви, успехов, удачи. Просто нас, любви к своим ближним, к детям. Самое главное, конечно, это любовь. Желаю вам во всех проявлениях. Женщина обладает такими качествами замечательными, которых у мужчин нет. Интуиция, ум, феноменальный ум. Я даже считаю, что женщина, она, конечно, умнее мужчины, однозначно. И что остается нам бедным делать в этой ситуации? Это быть мудрыми, да, для того, чтобы мы могли использовать ум женщин, вот, и тем самым, как бы, двигаться дальше. Жены бойцов СВО стали почетными гостями концерта в БКЗ «Октябрьский». Он был посвящен Международному женскому дню. Открыл мероприятие губернатор Петербурга Александр Беглов. На вас держится наша страна, Россия. На вас держится российская семья. И на вас держится любовь и согласие. На праздничном концерте под названием «Нашим любимым» выступили известные петербургские артисты и коллективы, в том числе солист Мариинского театра. Василий Гирелло, пианист Алексей Шагаев, театр танца «Тодес» и симфонический оркестр «Таврический». Полную версию концерта можно увидеть на телеканале «Санкт-Петербург» сегодня в 22.50. Тематические световые проекции украсили брандмауры городских зданий к Международному женскому дню. Они появились на Московском проспекте, 8-й линии Васильевского острова, Шпалерной улице, Невском проспекте и по другим адресам. На праздничных инсталляциях изображены весенние цветы, а также стихи Пушкина. В этом году отмечается 225-летие со дня рождения поэта. Включать проекции будут до 10 марта. Данный проект, световые проекции, реализован на оборудовании российского производства, производство которого, соответственно, локализовано на территории нашей страны. Световые проекции будут включаться и выключаться одновременно, синхронно с системой наружного освещения и архитектурой художественной подсветки. Новыми красками в честь Международного женского дня заиграла и телебашня на Аптекарском острове. Необычную подсветку гости и жители города могли наблюдать до 20 часов. Как зарождалась медицина в Петербурге, все важные этапы истории ее развития можно увидеть на выставке, которая сегодня открылась на Малой Садовой. Экспозицию посвятили 125-летию службы скорой помощи. Именно в этот день, в 1899 году, открылись первые пять станций. Сейчас городская служба насчитывает более 170 бригад разного профиля, а на пульты диспетчеров ежедневно поступает порядка 8 тысяч обращений. Лучших профессий сегодня наградили в театре имени Акимова. Как отметил губернатор Александр Беглов, в Петербурге сейчас проходит масштабная модернизация службы скорой помощи для повышения ее качества, оперативности и доступности для жителей. О работе тех, кто первым приходит на помощь, Дмитрий Копытов. 20-я подстанция скорой медицинской помощи. Красносельский район. Пять постоянных бригад у каждой в смену до 20 выездов. Вместе с доктором Денисом Цветковым на дежурство сегодня заступает молодой фельдшер Янис с экзотической двойной латиноамериканской фамилией Родригес Родригес. Первым делом напарники собирают большой красный докторский редикюль, проверяют все ли медикаменты на месте. После в комнате отдыха самое время сделать ход конем. Шахматы – классический досуг в ожидании выезда. Этот матч, как у истинных гроссмейстеров, может длиться часов по 8. Следующий ход только после спасения очередной жизни. Такая работа. Машина 37-21. Брать цветков. Фельдшер Родригес Родригес. Едем на вызов. 37-21. Вызов вызову рознь, но бригада одинаково быстро спешит и на ДТП, и к бабушке с внезапно подскочившим давлением. Своевременность помощи напрямую зависит и от опыта водителя. Бывают случаи, когда поток очень плотный, соответственно, машинам даже некуда деться. Иногда бывает, что и автобус стоит, и грузовик стоит, и, соответственно, как-то приходится иногда шевелить извилинами, понимать, как лучше объехать все эти дела в пробку, продумывать наперед. Вот человеку стало плохо с сердцем на улице. Это, конечно, реконструкция событий, но именно так и бывает в жизни. Врачи скорой подтвердят. В подобных случаях на месте измеряют давление, проверяют пульсы и при необходимости немедленно на носилках закатывают в спецавтомобиль, где пытаются реанимировать. Эта работа не для слабонервных и слабохарактерных. Врач Денис Цветков на скорой уже 15 лет и ни разу не пожалел. Человек, который попадает на скорую, если ему здесь нравится, он остается здесь на всю жизнь. А люди, которые не могут выдержать такой ритм, они уходят. Мне этот ритм удобен, мне этот ритм понятен, у меня получается. Бригада – это очень важно, чтобы водитель понимал, когда надо ехать быстро, когда нужно ехать аккуратно быстро. Фельдшер должен понимать, что врач хочет сейчас услышать, что хочет сделать с пациентом. Отмечать профессиональные праздники на смене для них привычно, ведь и работой они свою службу не называют, не иначе, как призвание. Вот и сегодня водитель Егор Смирнов вновь сказал жене, что убегает к своей бригаде. Ну, конечно, да, на сутках часто пропадаю и расстраиваются, мало времени уделяю. Но что делать? Такая жизнь приходится работать. Дмитрий Копытов, Сергей Улитин, Нарина Степанянца и Андрей Соколов. Новости телеканал Санкт-Петербург. Памятник Елизавете Глинке открыли в музее «Россия. Моя история». Знаменитая доктор Лиза погибла в декабре 2016 года в результате авиакатастрофы в Сочи. Она была не только врачом, но и общественным деятелем и правозащитником. Помогала больным детям, занималась эвакуацией людей с горячих точек. Как рассказывает скульптор о деятельности Елизаветы Глинке, он знал уже давно и вложил в проект все свои эмоции. Первая ассоциация, которая в голове возникла, когда изучала историю, это было, ну, какое-то, знаете, некое сердце, ну, какой-то символ доброты сердца, что-то такое вот было. И от этого человека оно веет этим, поэтому я хотел как-то это показать, ну, посредством вот такого символа, да, сердца. Ну, сердце чуть-чуть сделано, да, если можно так, конечно, понять, в виде крыльев. По словам автора, скульптура – это собирательный образ всех детей, которым помогла доктор Лиза. До середины апреля памятник будет находиться в музее «Россия. Моя история», затем его установят в одном из хосписов города. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Коммунальная авария на севере Петербурга привела к обвалу дорожного покрытия и затоплению перекрестка проспектов Энгельса и Просвещения. Утром на этом участке даже пришлось перекрывать движение. Как отметили в пресс-службе обводоканала, ЧП не отразилось на водоснабжении района. Причиной аварии могла стать сезонная подвижка грунта из-за перепада температуры. Нетрезвым водителям особое внимание в празднике. Сотрудники госавтоинспекции города и области в ближайшие четыре ночи будут выходить в рейды. ГИБДД напоминают, за управление автомобилем в состоянии опьянения или за передачу машины нетрезвому водителю предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А при повторном нарушении грозит уголовная ответственность. Поставки цветов в Петербург из Армении выросли вдвое. С начала года из Еревана доставили 30 партий. Больше всего привезено в конце февраля и начале марта. В основном это розы, герберы и альстромерии, выращенные в теплицах Закавказья. После доскональной проверки сотрудники Пулковской таможни заверяют, что цветы полностью соответствуют всем требованиям закона. Из Петербурга с любовью. Сегодня горожане и туристы смогли воспользоваться услугами праздничной почты и бесплатно отправить поздравительную открытку с уникальным дизайном, выпущенную ограниченным диражом специально к Международному женскому дню. Это совместная акция телеканала «Санкт-Петербург», «Почта России» и «Дома книги на Невском». Провожаем зиму красиво. Застывший символы Петербурга представил фестиваль ледовых скульптур «Кроншлет», открывшийся сегодня в Петропавловской крепости. На создание экспозиции ушло более 200 тонн чистого речного льда, который специально доставили в Петербург из Пермского края. Лучших скульпторов России и Казахстана, призеров международных чемпионатов по ледовой и снежной скульптуре объединила тема выставки «Год семьи и достижения Северной столицы». Зрители ждут интересные истории и заледеневшие в мгновение эмоции. Например, грация петербургских котов или крик болельщиков «Зенита» во время матча. Здесь, в сердце города, где Санкт-Петербург появлялся, наши мастера рассказывают о той мечте, которая была у Петра Первого, о основании Санкт-Петербурга и о сегодняшнем развитии. Очень интересно, креативно. Наши горожане, я думаю, и гости города ждут возможности посмотреть на эти уникальные работы. В них видно, хоть мы и стоим, здесь холодно в определенной степени, но здесь чувствуется тепло, любовь, желание показать свою жизнь, особенности. Право открытия фестиваля было передано многодетным семьям из Хронштадта. Город в этом году празднует свой 320-летний юбилей. Сегодня Хронштадт приехал сюда передать эстафету Петропавловской крепости со своими особыми достижениями. Рядом со мной находятся многодетные семьи Михайленка, нашего военнослужащего, и семья Васиных. Эти семьи приехали в год семьи открывать эту выставку. Это наши первые достижения, за что, конечно, этим всем им большое спасибо. Организаторы позаботились и о целостности исчезающего искусства. На случай капризов погоды работы мастеров размещены в специальном шатре, в котором поддерживается необходимая температура и влажность. Посетить царство застывшей красоты можно бесплатно. Выставка продлится до 17 марта. В Большую пальмовое оранжерее Ботанического сада прошла торжественная церемония гашения почтовой марки серии «Флора Россия». Она посвящена природе Кавказа. На знаках почтовой оплаты изображены рода дендрон, прострел золотистый, рябчик широколистный, тысячелистник дважды пильчатый. Дополнительно почта выпустила конверты для этого дня, а также изготовила специальный штемпель. По сложившейся традиции отиск ставят представители отечественной науки, культуры и искусства. Конечно, очень приятно, что они ко мне обратили. Это тоже знак того, что я кое-что достиг в жизни. И дальше, конечно, надеюсь, что люди получат от этого какой-то вид удовольствия. Помню, что на предыдущей церемонии я начал с того, что во времена моего детства собирание марок было таким очень популярным занятием у мальчиков из хороших семей. И после этого мне сделали замечание, что не только из хороших семей, а вообще всех мальчиков. Именно погашенные почтовые марки представляют интерес для коллекционеров. Это часть серии «Флора России». Выпущено тиражом 54 тысячи штук. Номинал каждой 67 рублей. Услышать на одной сцене классическую оперу и хиты рок-музыки петербуржцам представили уникальное мультимедийное шоу «Рок против оперы» при участии ведущих солистов Мариинского и Большого театров, а также молодежного хора Северной столицы. Петербургский ансамбль «Бисквит» подготовил известные композиции, которые прозвучали в совершенно ином формате, но были тепло встречены зрителями. «Рок вис опера» — это мультимедийное шоу, которое из своего репертуара и участников уже давно стало визитной карточкой нашего города. Продолжить тему Елизавета Кузнецова. Ария из оперы «Садко» угадывается с первых нот, хоть и звучит по-новому. В этой аранжировке есть все. Медленно растущий драматизм, чарующая и, кажется, несвойственная оригиналу легкость. Ключ к эксперименту — название группы. Как бисквит из разных ингредиентов, так и их музыка из разных стилей и жанров. Мы в лаунше пробовали работать в джазе и во всех, в принципе, музыкальных жанрах. В общем и целом мы чувствуем себя достаточно комфортно, несмотря на то, что в нашем коллективе в первую очередь популяризируются русские национальные инструменты. В рецепте симфонического десерта шесть инструментов. Половина из них народные — звонкая домра, тревожный аккордеон, а в центре оркестра ни то балалайка, ни то контрабас. Этот инструмент довольно массивный. Чтобы тяжелые струны зазвучали по-настоящему, музыкант должен применить силу. Играть можно и пальцами, и медиатором. В репертуаре нет границ. Ему поддаются и современные импровизации, и классика. Выбор за маэстро. Вот только переложить архаичную композицию на дерзкий лад недостаточно. Ее остается щедро приправить, к примеру, нежным мецасопрано от солистки Мариинского театра. Вопреки названию, опера и рок не сходятся в поединке, а гармонично соседствуют. Можно сказать, дружат. Этому могут удивиться зрители, но точно не опытные артисты. Ведь даже среди звезд академической сцены несложно найти поклонников нирваны. Рок – это одно из ответвлений классики, потому что, в принципе, собственно, он и вырос оттуда, рок. Если очень внимательно слушать хороших классических рок-музыкантов, они даже очень часто цитируют какую-то классическую музыку в своих произведениях, что всегда очень приятно. В таких проектах ты работаешь прямо напрямую со зрителем, потому что у тебя нет ни оркестровой ямы, ни сцены огромной, которые тебя отделяют от слушателей. Для коллектива это далеко не первый подобный опыт. Рок и классику они умело соединяют на сценах, фестивальных крышах и под открытым небом Петербурга. А через пару дней группа отметит день рождения. На праздничном бисквите загорятся 22 свечи. Лизавета Кузнецова, Александр Аксенов, Александр Куприянов. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Ну а сейчас о погоде. Завтра в Петербурге облачно с прояснениями осадков не ожидается. Днем потеплеет до плюсы четырех, ночью минус один, минус три градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»